Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! Начинается второй день нашего рок-путешествия по Санкт-Петербургу, который называется Ленинградскому рок-клубу 40 лет. Сегодня мы хотим показать вам и рассказать про вот этот отель под названием Renaissance Baltic Sanct-Petersburg, который позиционируется как пятизвездный. Сейчас вкратце поделюсь своими впечатлениями. Вначале о местоположении. Отель находится на Почтампской улице в доме номер 4, так как здесь неподалеку, в Почтампском переулке, находился питерский почтампт. А до этого эта улица была Исаакиевской, а перед тем Дворянской, а до этого Пушкарской, а в Советском Союзе ее переименовали в улицу Союза Связи в честь профсоюза работников связи, который тоже был тут неподалеку. А в 1989 году улице опять вернули прежнее название Почтамптская. Ну любят люди переименованиями заниматься, уничтожать память о неугодных событиях. И не только у нас в стране, а вообще по всему миру. И этому обучал еще Маккиавелли в своей знаменитой книге «Государь», где давал советы своему правителю. Уничтожь, говорит, все названия, связанные с предыдущими неугодными тебе событиями или правителями, чтобы не то что духу, а даже и в памяти, чтобы ни у кого и ничего не осталось. Это по сути дело самый центр города Санкт-Петербурга. Рядом и Невский проспект, и Дворцовая площадь, и Исаакиевский собор, и Эрмитаж, и Мариинский театр, и Адмиралтейство, и Юсуповский дворец, и Медный всадник. Ну в общем самый центр. Для туристов лучшее место для проживания трудно найти. Теперь о предыстории отеля. Историческая информация об истории здания разнится в зависимости от источника. Поэтому расскажу то, что узнал я. Дом был построен как доходно еще в средине 18 века. Некоторые источники утверждают, что в 20-30-х годах 19 века он принадлежал товарищу Александра Пушкина, Михаилу Яковлеву, который сдавал там комнаты квартирантам. Затем здание перешло известному купцу Генриху Лепену. В 1887 году там был дом реконструирован по проекту архитектора Федора Борисовича Нагеля. И стал называться доходный дом «Балтик-отель». В Советском Союзе здесь было общежитие. И так как здание хоть особой архитектурной ценности не представляло, но имело длинную историю, то его сделали памятником архитектуры местного значения. Что это означает для тех, кто не в курсе? А означает это, что изменять его архитектурный облик, то есть внешний вид, нельзя. Но в 2003 году Балтийская строительная компания приступила к реконструкции здания, получив на это разрешение, с переделкой его под гостиницу. За время реконструкции сей памятник архитектуры местного значения как-то незаметно подрос с трех до восьми этажей и из памятника превратился в новодел. И в 2004 году здесь был открыт отель «Ренессанс Санкт-Петербург-Балтика», которому был присвоен четырехзвездный уровень и который стал управляться ведущей мировой компанией в области гостиничного бизнеса «Мариотт Интернешнл», специалисты которой уже на стадии реконструкции занимались внутренним дизайном и отделкой по проекту известного дизайнера Антонио Дель Мораль. Поэтому сделали все по высоким международным стандартам. И жить в этом отеле стало удобно и приятно. Но тем не менее, отель был только четырехзвездным. И вот после 15 лет успешной эксплуатации владельцы отеля провели очередной ремонт, осуществили реновацию номерного фонда и внесли изменения в места общественного пространства отеля. Изменения коснулись и общей дизайнерской концепции. Концепция уже строилась на переплетении культурных традиций города с авангардным и андеграундным искусством. На новую концепцию повлияло и то, что рядом с отелем находятся места, где жил Пушкин, обитали поэты Серебряного века, жил и работал знаменитый художник Казимир Малевич. Все это отразилось в оформлении общественного пространства и номеров. После этой реновации в 2019 году отель улучшился и функционально, и эстетически. Поэтому ему повысили категорийность до пятизвездного. И поэтому отель вошел в ряд лучших отелей Санкт-Петербурга и по местоположению, и по качеству проживания в нем. В отеле есть общий ресторан, где проходят завтраки по системе «Шведский стол». Есть обслуживание в номерах, а также есть ресторан а-ля карте, называется «The Taste Room and Bar» на седьмом этаже, у которого имеется также и летняя открытая терраса на шестом этаже, с великолепными видами на Санкт-Петербург. Кухня интернациональная в ресторане, и русская, и европейская, и азиатская. Номер очень скромный, хороший, все есть, все удобно. Что мне там понравилось? Это постель. Вот постель отличная. Вы знаете, я привередливый в этом плане, поэтому хорошая подушка, на которой удобно спать, это немаловажно. Это раз. И второе. Хорошее одеяло, которое облегает тебя, которое не надо подталкивать, подтыкать под себя, оно ложится аккуратненько и охватывает тебя, и не дает холодному воздуху проникать к твоему телецу. Так вот здесь такое хорошее одеяло, хорошей упругости диван, широкая постель и отличные подушки. Вот это отмечаю, это хорошее. И еще что хорошее в номере. А в номере хорошо то, что там очень хорошая вентиляция. А это очень немаловажно. Вид из окна, конечно, на город, на крыше. Ну и видно, как Исакий видно. Но это нужно специально туда подтянуться, чтобы это в Исакии увидеть. Гостиница устроена следующим образом. Она сделана в виде такого прямоугольника. Вот здесь такой атриум, который, конечно же, оригинальный, дает свет. Все прекрасно. Но обратите внимание, вот эти вот все окна, это номера. Все их окна выходят именно сюда, в атриум. А вот эти номера, где живем мы, вот их немного. У них вид на улицу, на город. И есть один номер, но мы не захотели его убрать, потому что он в три раза дороже, который прям смотрит на Исакия. Но он очень маленький, мансардный. Здесь везде. И на душевом стекле, в душевой кабине. На обоях и везде, в фойе, размещены стихи поэтов различных, петербургских, которые здесь творили. И поэтому это оригинально, реально, это очень интересно. Мы ходим и читаем эти стихи у себя в номере внизу, в фойе. Сейчас покажем вам стихи. Они различным образом вписаны в интерьер. Я не просто так хочу сочинить песню про этот город и назвать ее город камней и поэтов. Петр Первый выстроил здесь каменную столицу России, европейский город с мощеными улицами. После отсталой, грязной, немытой России с разбитыми дорогами, конечно, построить каменный город, это было круто. Это был настоящий европейский город. И он до сих пор красавец. Только еще лучше становится, краше он развивается. И это город поэтов. То есть очень много поэтов. Все жители этого города, это поэты, которые защищают этот город. Своей жизнью показывают свое поэтичное отношение к жизни и к этому городу. Вот почему здесь взяли эту традицию и везде пишут на всех обоях цитаты из питерских поэтов. Это очень удачное дизайнерское решение. Ну и здесь, исходя из описания отеля, на втором этаже предусмотрено много помещений для бизнес различных мероприятий. Здесь можно проводить конференции, читать лекции. Здесь есть разные залы. Вот видите, люди стоят и у них кофе-брейк. Или перед лекцией, или во время лекции, или во время конференции, не знаю. То есть очень красиво, гармонично. И обратите внимание, какие здесь хорошие ковровые покрытия на полу. Они очень интересные. Мне нравятся они. Это дизайнерские вещи. Это заказывалось специально. Повторюсь еще раз дизайнерам, которые проводили реновацию отеля в девятнадцатом году. Надо поставить хорошую оценку. Привет, ребята! Молодцы! Хорошо поработали. Ну что, дизайн в фойе мне нравится. Обратите внимание, хорошая такая статуя Александра Невского. Кстати, защитника Питера и вообще России. Который здесь похоронен. Уютные такие мягкие пространства, видите? И кофейника. У них небольшая кофейника, собственно. На первом этаже. Пойдемте к нам. Здравствуйте! Нам сказали, что самое лучшее кофе это здесь. Не обманули? Нет. Что, правда сказали? Да. Не доверял сразу мужикам, но сейчас проверю все равно. А что вы будете? А ну давайте, сделайте. Мне латте. Проверю, горький у вас кофе или хороший. Елена Ивановна, вам какое кофе? Капучино? И капучино один. Самые маленькие, да. Корицу в капучино. Мне ничего не нужно. Я же такой человек, мне ничего не надо. Мне нужно только, чтобы вокруг были красивые женщины и приятная атмосфера. 240. А это как раз мы здесь все и наблюдаем. Здесь красивые женщины. И самое главное, мой режиссер. Видите, какая красавица. Поэтому я окружаю себя красотой. А здесь Елена Ивановна опять надписи поэтов. Обожаю поэзию красивую. Дизайнеры молодцы. Придумали это классно. Цитата из питерских поэтов. Во. Я съел. Но начальство не разрешает. Начальство говорит, тебе нельзя есть сладкое. Ты так толстый. Ну какой я толстый. Глянь, какой красавец. Елена, ну красавец. Скажите ей. Вот. Человек разбирается. Да ладно, что сладкое всегда равно выдели на место в желудке. А вы говорите, что тебе нельзя сладкое есть. Вот начальство у меня. Не врубается. Вы можете кофе наш пить за завтра. Да вы шоу. Ну да, конечно. Елена Ивановна, сервис 5 баллов. Вот сервис на пятерочку тянет. Я имею в виду на 5 звезд. Видите, здесь есть тематический ужин, шведский стол, открытый бар. И конференция, ведь я сегодня проходит «Мать и дитя» на втором этаже. Это о том, о чем я вам говорил, что здесь хорошие конференции. Несите. Несите, только не разбейте. Смотрите, осторожно. Ну, я не знаю, где там, где там этот зал. Мы там ни разу не были. Вот здесь запрак? Да. Вот тут прям, да? Да. Елена Ивановна прямо тут проходит. Смотрите, вот этой красоте проходит. Я думал, это какой-то бар тут небольшой. Хочу показать вам лестницу. Потому что на самом деле, несмотря на то, что это такое сугубо вроде бы как практичная вещь, такая, знаете, функциональная, но ее можно сделать очень красиво. И здесь сделали ее классно. Очень красиво. И перила под медь. Это не медь, конечно. Это керамика, но красиво. Под медь, под старину. Класс. Красивая. Красивая лестница. Давайте идем. Вот, видите, комнаты для конференций. Ну, что, гляньте, вот такие аккуратненькие помещения для небольших семинарчиков. Хорошие. С хорошим освещением, с вентиляцией хорошим. А вот это то, что я хотел вам показать, что везде размещены цитаты из поэтов. Люблю тебя, Нева, седая, И до твоих звенящий треск, И бег, и вспышки звезд трамвая, И гул, и проволоки блеск. Люблю по Невскому прогулки, Гостиный двор и каванчу, Мосты, сады и переулки, В часовне бедную свечу. Я-то думал, что это в стенке нарисовано. Сергей Александрович, да? А оказывается, это вот он. Проект высвечивает его, Как во мраке ночи. Одного из самых любимых русских поэтов. Вы помните такую линию? Это моя классификация. Такая линия русских поэтов. Народных, я имею в виду. Я под ней подразумеваю следующих людей. Пушкин, Есенин и Высоцкий. Вот они воистину народные. Есть умные поэты, есть Бродский. Это умные люди, очень интеллигентные, Очень интеллектуалы большие. Но это народные поэты. Вот Сергей Александрович народный. Видите? И нас поселили рядом с его нетленным образом. Видать, чувствуют, Что здесь какое-то родство Между текстами Волчука, Исда в его рок-н-роллах, И настоящей поэзией. Будем надеяться, Что и мои стихи Когда-нибудь перейдут в тот разряд Настоящей великой поэзии. И их занесут в скрижали Учебников по русской литературе В школе. Здесь есть и проекция Великой Анны Ахматовой, Главной поэтессы русской. Я так считаю. Находимся на террасе нашего отеля, На шестом этаже. Конечно, было бы повыше, Было бы интереснее, Но все равно вид прекрасный, Особенно на Исакия. Красота. И вообще, гуляя по Петербургу, Я наслаждаюсь архитектурой этого города. Этого города каменного вроде бы, Но порождающего живую энергию творчества людей. Здесь рождаются художники, поэты, артисты, музыканты. И поэтому я решил написать песню про этот город И назвать ее «Город камней и поэтов». Задумался человек о красоте, Об этой рукотворной. Задумался, видите? И я задумался. Поэтому будет песня про город камней и поэтов. Об этой красоте. Неземной, но рукотворной. Но мы еще посмотрим Спа Центра. У них здесь внизу, на минус первом этаже. Ну что? Указатель говорит, что надо идти туда. Пойдемте. Пойдемте. Вот, пошли. Не удалось пройти в фитнес-клуб. Не пущайте. Пойдем узнавать, почему. Вторая попытка вхождения в подземелье, Но уже со специалистом по подземельям. Самый главный специалист по подземельям. Самый главный. Идем. Вот, вот, слушается правильных людей. Карточка. А ну-ка включите, мы глянем, что тут есть. А красота главная, гляньте. Любителей здорового образа жизни не видно. В темноте было все. Но надеюсь, что появится. Хотя бы в нашем лице. Мы же самый главный любитель здорового жизни. Мы же рокеры московские. А московский рокер, Это однозначно любитель здорового образа жизни. Что еще есть здесь, покажите. Смотрите, дальше есть сауна. Еле, наверное, тут есть даже сауна. Хорошо, градусов под 100, наверное. 96. 96. Видите, я чувствую прямо. Волощук СД чувствует температуру накала зала. Знаете, когда зал собрался, я чувствую температуру накала. Будут плясать и славиться или нет? Это ждали для меня в пятертом году задумали. Знали, что Волощук приедет сюда. Волощук СД. Моряк. И, ух ты, красиво, блин. Ну, вот, видите. А вы говорили, что плохой отель. Великолепный отель. Даже для моряков Тихоокеанского флота, для годков флота российского, здесь есть вода. И очень приятные, видите, такие вот лежачки. Поэтому завтра в 11 часов дня испытаем все. Вот так. Rock'n'Roll Forever. Рок-группа Волощук СД, чемпионы. Это в нашу честь. Факер здесь зажгли. А что еще нужно рокеру из Москвы? А? Хорошему? Звезде рок-н-ролла. Что еще нужно? Больше всего ничего не надо. Бассейн есть, как моряков флота российского. Как любитель здорового образа жизни. Здесь есть спортзал и есть парилочка, где ты вспоминаешь о накале рок-н-ролльных сражений. И, самое главное, есть очень вдумчивые и знающие люди, которые все это рассказали нам и показали. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, я просто в перчатках и гигиену соблюдаю. И санитарные все условия. Прекрасно все. Класс. Буду сегодня... Елена, буду качаться, буду сил набираться перед предстоящими рок-н-ролльными боями. Ну все, спасибо. Пожалуйста. Теперь мы знаем про вас все. Я имею в виду про вас отель. Про вас мы еще не все знаем. А про отель мы уже поняли все. Что хороший. Мысли вслух. Точные и честные. Мысли вслух. О том, о сём. Интересны мысли, если сказаны. Молощуком. Молощуком. Молощук.